Всем здравствуйте! Поздравляю вас с новыми боссами в ивенте Светский вечер или Светская беседа, неважно, мы понимаем о чем я говорю. И у нас новые три босса, два из них это отголоски прошлых башен и третий это новый. В первом у нас Гару идет и три волка, в целом несложные, и еще заранее извиняюсь за второго босса Блейда. Я не особо помню, как с ним драться, и у меня очень быстро сносится он. То есть я даже толком не смогу объяснить, если я буду вводить в защиту персонажей, бесполезно. Я просто его там шотнула, ну вы увидите. Но начнем с первого босса. Здесь Гару и три псины. Наша задача сначала убить псин, а потом убить Гару, потому что если мы сначала сольем мальчика, то волки озвереют и просто начнут люто ваншотать, очень большая у них атака станет, не очень хорошо все. Здесь мы читаем, что говорит нам Гару. Но он везде все одинаково будет. Если в первом случае надо второго персонажа ставить в защиту, потому что Гару такой, я хочу тебя выбрать и буду тебя бить, можете поставить туда танка. Ну, у кого больше хп. А уже дальше, начиная со следующих ходов, можно просто это все забирать, весь урон на Марвее. То есть оно будет по откату стабильно, здесь просто немножко не успевается на второй ход. Да, ульта у танка. Придумали. Бьем. Я растягивала это прохождение, чтобы показать, что он бьет во второго, потом он встречит в четвертого, потом будет в первого, потом в пятого и в третьего. Последовательность не меняется, не менялась она с еще той башни. Все это успешно забирается, весь этот урон Марвеем. Ну, с четвертого хода. Вы это сами видите. Так вот, вернемся дальше. Прохождение, собственно, всего этого. Мы сливаем волков, но помните, что когда вы убиваете волков, у других повышается урон. То есть, чем быстрее для этого, если это взять АО, чем быстрее вы салюте, тем проще вам будет пройти. Наверное, те, кто смотрят без звука, не понимают, зачем я увожу в защиту. Возможно, такое бывает. Но я больше говорю, нежели показываю, потому что мне это проще сделать. Если я это буду делать по ходовкам, просто бить каждый ход, ну, они умрут через пять ходов. Все. Зачем? Зачем мне это? Основной принцип – это на втором ходу он орет, что он будет бить во второго персонажа. Соответственно, вам нужно на второе место поставить самого жирного по хп. А потом благополучно ульта Марвея по откату. Все. Я не сливала его. Внимание. Его надо добить, но я просто не слила, оставила энергию на следующие бои. Извини. Внимательно смотрим, слушаем, что я говорю. Не надо его не... Ну, вы понимаете про что, потому что были такие моменты, когда люди... А, ну ты же здесь его не добила. Я тоже вышел, вышла. Я... Блин, сорян, ребят. Теперь Блейд. Могу только сказать, что первый ход нужно увести всех в защиту, потому что он будет очень больно бить массовым уроном. А потом уже просто бьете и на четвертом ходу, когда будет ульта танка, используете ульту танка. Мне кажется, что они особо раскачивания должны пройти. Вторые этапы, они не такие сложные, чтобы что-то придумывать, если сравнивать с башней. Ну, не могу я его описать по-другому, просто потому что он мертвый. Удохнет быстро. Очень мне самой некомфортно, потому что хочется объяснить, а объяснить не получается. Опять, здесь также я его не добила. Ну, он просто... Он уже пройденный, короче. Такой себе из меня гайдодел. В принципе, я и не претендую на звание гайдодела. Идем дальше. А вот третий босс такой очень интересный товарищ, которого я не понимала, как пройти. В плане, я его прошла, я не понимала тактику. Какая тактика должна быть, чтобы объяснить всем, что с ним надо делать. И в итоге потом разобралась через, наверное, шесть прохождений его о том, как его бить, и защита, незащита и прочее. Ситуация. Нам нужно здесь бить нашего усатого дядечку, вот этого барона. И Блэйд с Эдом нам в этом помогут. Но при этом дядечка будет еще и бить их тоже. Все по стандарту, но вам сюда нужен очень хороший хилл, потому что на нас накладывается кровопотеря. И она достаточно неприятная. Там, что ли, около полутора тысячи заход будет сноситься. И плюс еще у нас будет он бить, этот мужчина. По поводу ульты. С четвертого хода и последующие, каждый плюс четыре, он будет накидывать на персонажа значок таунта. По-моему, это правильно так называется. И вы должны этого персонажа увести в защиту. Потому что, если вы его не уведете, будет вот такая ситуация. У меня здесь Алива под таунтом. Он не уведен в защиту, я его не увела просто, потому что не обратила внимания на это. И у нас ультует мужчинка. Сносит, посчитай, все, хп тут один процент остается или сколько. И после этого он не выхиливается, этот персонаж. И если он умрет, а он умрет, то бой проигран. И наш усатый мужчинка нас просто ваншотит. Поэтому старайтесь обращать внимание, у кого он ультует, у кого-то висит значок таунта. И увести персонажа в защиту. У меня здесь он на Эдди. Это значок и на пятом ходу я поставила его в защиту. И спокойно иду дальше. Еще один момент. Будьте внимательны. На седьмом ходу на персонажа накладываются бафы, а ниже дебафы. Которые помогут вам выхилить союзника. То есть, вот видите, очень много бафов. Переключайтесь на Эда и Блейда и похильте их. Ну, чтобы они подольше держались, к примеру. Только не надо пустить мужика, потому что вы его просто выхилите и усугубите себе ситуацию. И нашему барону нужно снести хп до 10%. Допустим, вы можете снести ему до 11. И потом два наших товарища снесут ему оставшийся процент. И он идет с поля боя, сам себя ваншотно. Берите сюда, помимо Сапрака и хила, ДД, которые много бьют. Например, Квинс и подойдет. Да, конечно, его ульту на седьмом ходу не используешь, потому что там хил. Ну, можно там чуть-чуть дальше зайти, но пройти уже это дело и добить его. У меня вот здесь вышло 10% с копеечками. Два товарища добивают его. И он ретируется с поля боя. Но, наверное, этот босс, как и предыдущие боссы, именно Modern Dance. Для новичков, либо тех, у кого персонажи не раскачаны, будет сложно, либо невозможно пройти. Не знаю, мне кажется, здесь рекомендованная пачка. Это там 3-4 звезды, ну, если это SR, и потенциалы с интимками. То есть, ну, жирновато, очень неприятный у него дебаф. То есть, хил должен быть очень жирным. Я даже не знаю, какие советы еще дать по этому поводу. Жирный хил, жирный саппорт, жирные ДД. Все должно быть жирным, чтобы это пройти. В целом, что смогла, то сказала. Надеюсь, мои советы, рекомендации помогут. Я не считаю, опять же, это гайдами. Я не могу расписать вам, что нужно вот этого персонажа увести, там, защиту на этом ходу. А этого персонажа, там, использовать его ульту. Ну, вот, не получается у меня. И на этой ноте всем хорошей игры, удачных круток и попольше золота. Всем пока!